Еще год назад муниципальная жилищная инспекция выписала предписание Талону-С, чтобы они починили козырек подъезда и заменили батареи на месте течи в доме Полимонова-2. Все работы должны были быть выполнены 31 мая, однако ничего за это время здесь не изменилось. Еще четыре предписания, реакции ноль и, наконец, суд. Все нарушения были устранены, те, которые должны были быть устранены. То есть вы хотите сказать, что козырек был исполнен до 20-го июля в 2018 году? Исходя из наших сведений, тех, которые мне предоставили, да. Получается, я специально нагреваю на вас, я правильно понимаю? Как вы извините, ваше внимание? Представители Талона уверяют, что козырек сделали еще 29 мая. Видимо, инспектор МЖИ живет в другой реальности, ведь приезжая на место в течение всего лета, никаких изменений он не увидел. Есть и соответствующие фотографии и подписи представителя Талона. Однако... Постановил. Производство по делу административного правонарушения предусмотрено частью 24 статьи 19. Кодекс административного правонарушения в отношении о Талон-С прекратить. А как так получилось? Вы же там были, а в итоге оказалось, что Талон-С все-таки сделал козырек в мае еще. Но тут я ничего сказать не могу. Видимо, они не имеют бумаги. Когда мы приехали на Лимонова-2, то увидели, козырек действительно сделан. Однако вопрос – когда? Мы пошли дальше и проверили еще один пункт. По предписанию Талон-С должен был заменить батареи в подъезде, на которых установлены вот такие вот хомуты. В документации управляющая компания, конечно же, все сделала. Однако написанное на бумаге с делом разница. Уже по одному этому факту Эталон не мог выиграть суд. Однако и здесь творится какая-то магия. Вы должны остановиться сейчас? Нет. Нет. Я в отпуске официально. Официально в отпуске. А вы что здесь делаете? А я, знаете, зашел в свою кружку запретить. Красивая кружка. Прокомментируйте, пожалуйста. Запрет по... Я не давал разрешения на съемку, поэтому и с вами беседовать. Я тоже не хочу, поэтому давайте цирк здесь устраивать не будем. После очередного марш-броска по офису Эталона Иван Рыбальченко скрылся в укромном месте. Главный инженер оказался более сговорчивым. Разберемся, осмотрим. Я тут конкретно не могу ответить. Мы разберемся. А вы не знаете, почему инженер по ПТО не хочет нам давать комментарии? Ну, не знаю. Так категоричный прям к нам? Ну, его желание, наверное. А у муниципальной жилищной инспекции есть желание на апелляцию. Просто так оставлять безнаказанным действия скандальной управляшки они не хотят. Илья Балханов, Николай Дулбаев, Федор Моденов, телекомпания АТВ.